и снова здравствуйте всем привет и так чтобы персонажи были более такие красочные более такие прикольные нужно все таки вот зайти в substance paint как substance paint я уже ролики то снимал пытался красить там в этой программе карандаш ссылку на ролик кинул в описании и чуть-чуть вот так сказать подзабыл спасибо канал алиса юм она меня подтолкнула к этому делу вот установил программу мы погнали что-нибудь тут попробуем чисто так для конспекта чтобы понимать как это все дело все тут происходит просто ролики есть но пока не попробуешь короче тут ничего не поймешь итак нажимаем new здесь высвечится вот такое окошко здесь значит у нас получается размер текстур 1024 может поставить сет нужно найти ту текстуру не текстура а здесь вот именно уже модель которую будем раскрашивать так пока настройки я не трогаю все вот текстура так это direct x что тут еще opengl значит формат normal map форматы да так ладно это все дело пока опускаем теперь управление идет тут через alt alt левая кнопка мыши вот мы крутим вот эту модель alt зажатая колесико вводим и alt правое колесико в смысле кнопка правой на мышке отдаляем приближаем так ладно с этим делом более менее понятно так настройки значит вращение это вот камера здесь на низ нажимаем и тут два варианта как забрать и ну короче вот это как забрать по моему давайте попробуем так это как она крутится так вот тогда носится вот так теперь ставим значит fire этот тут вот ваще мне вот это вот не нравится значит это долой и и ставим на то что было так ладно все назад как как же она теперь такая сильно перекрутилась так отдаляем вот она сбилась настройка так вот теперь как это все дело вернуть назад я в принципе так это не знаю так а ну ка так надо смотреть так вот эту тему тоже нужно посмотреть как это все дело вернуть в изначальную знать а вот это может так а ну ка по иксу это не получается так а ну ка вот так это приближаем так yz короче вот такая штука надо это дело найти вот эту информацию так через shift может нет через control нет так control shift а вот control shift alt так и чё и ничего ли метод тыка он все равно себя найдет так это что он у нас control b control c c c c1 c1 цвет c2 тоже тут не работает так значит единица двойка понятно это верхние вот эти все переключения control не работает что тут еще ну ладно так а ну как как и назад вернуть то так вот так вроде бы получилось теперь control alt так назад control alt все понятно так это понятно но теперь нужно вернуть ее опять назад да нет какая вот эта вот настройка вот так нет не это а верхняя тоже почему-то так ладно это как заброшит эта настройка значит констрейн траток ротация о все нормально все control alt все это делаем выворачиваем сбиваем как забрать так теперь что тут так вот это у нас есть layers это значит тут это вот это layers потом это fill layers это я так понял заливка это создание папки это удаление или клавиша delete это эффекты ладно эффекты пока опустим так сюда мы можем значит на layers это красить настройки через правую кнопку мыши здесь вот есть настраиваются вот они и то что самое вот properties paint вот это штукензы то же самое но это быстрый такой вариант левая кнопка мыши убирает правая кнопка мыши появляется вот эта штука так теперь что нам нужно нам нужно цвет заливки заливка будет значит наверно fill layers вот это вот так мы вставим выбираем пока от балды перетаскиваем значит нашу заливку alt колесико alt правая кнопка мыши приближаем и вот кстати можно тоже через alt колесико вот здесь у нас развертка также переключение может идти так по моему тут до 3d 2d и 3d онлайн вот только 3d будет так если нам не нужно именно развертку пока я наверно о так пока я хочу вот это эту функцию так будет получше и так цвет заливки у нас есть верхний мы его если перетащим вниз он вроде бы исчез да вот он должен быть постоянно сверху где он тут а когда заливка присутствует но нам нужно еще покрасить допустим нашего персонажа это уже так human base sync это лишний какой-то players вот этот включаем правая кнопка мыши и давайте найдем значит brush вниз опустимся здесь оставим только color roughness вот это по моему металл отключим и здесь вот есть base color и roughness вот на base color можем поставить значит эту альфу и поставить цвет ну давайте цвет красный и попробуем так она не красит она должна быть вверху значит да так что тут вот да тот цвет который работает должен быть вверху так симметрия так где у нас тут симметрия симметрия должна быть вот она раз вот полоса разделяет теперь мы рисуем по симметрии так все рот мы закрашиваем все это понятно ладно с этим делом разобрались можем красить так теперь если мы выбираем еще один layers вот включаем еще один layers здесь мы можем на этот layers выбрать другой цвет выбираем на этот layers цвет давайте допустим так какой темно-коричневый да где он тут находится как тут цвета вообще выбирать это красный оттенки так это вот этот ползунок зеленый так 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 находим как-нибудь этот коричневый цвет я вам тут кстати вот внизу все и убираем его потемнее все это дело выбрали теперь мы можем рисовать этим цветом так как мы это дело все сделаем мы найдем альфу альфу можно найти опять же здесь это значит переключиться на на браш заходим вниз опять же вот находим цвет коричневый так и ставим так что тут ставим и ставим значит нашу альфу альфу также можно выбрать вот здесь настройках альф вот она альфа так выбираем любую такую которую можно рисовать или можно использовать смарт материал так смотрим нет не этот так 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 тоже не это значит все таки альфы так смотрим где тут альфы находятся альфы надписей альфы всякие разные тут ну да так это вот полосы так что тут еще можно выбрать цветочки всякие не нам цветочки не нужны но тут это давайте выберем альфу так так также альфа может тут настраиваться как он называется джамп или как он так ладно сейчас найдем так вверх поднимаемся вот вот эти ползунки вот не знаю видно вам делает большие тут чуть чуть прозрачнее дальше значит ползунок идет еле видно но так вот так и вот мы можем теперь вот этим цветом делать какие-то полосы используя альфу или можно без альфы чисто одним цветом рисовать но уменьшать интенсивность вот она строк интенсивность и чуть-чуть вот здесь вот так вот я подштриховывать если побольше поставить то тогда интенсивность будет чуть побольше но он рисует в принципе как забрас тоже глаза тут как-то челюсть можно подкрасить так что еще тут можно сделать вот живот чуть потемнеет сделать лапы как-то подкрасить вот такая штука значит так ну вроде персонаж более-менее выглядит что еще какие так что тут еще может происходить если мы лейерсы будем менять местами то получается вот один цвет сейчас давайте добавлю еще один лейерс так перетащил вверх на него давайте поставим цвет так вот эту альфу уберем сейчас так альфу долой выбираем значит цвет допустим ну какой-нибудь красный так вот он красный цвет так что тут вот рисуем красным так вот как стирать это все дело так это ну control-z я понимаю он работает должен еще способ быть кстати вот это кстати уменьшает вот ползунок size значит кисточку ну допустим вот мы нарисовали да тут можно рисовать полигонами так а где она тут старых версиях все по-другому я кстати в старой версии раньше делала это новая версия и здесь поменялось здесь вот все выбирается вот вверху эта панелька есть материалы текстуры вверху также все осталось как и в старой этой проге так ну ладно рисует сейчас у меня по полигонам я так понял вот штука так следующий допустим мы добавляем еще один layers и на этот layers уже ставим цвет какой-нибудь давайте синий так и рисуем им вот он его перекрывает красный но если мы теперь перетащим красный вверх так так то красный вот этот или как розовый становится сверху цвет вот такая штука есть прикольная также можно нажать на 100 вот сюда и сделать прозрачность размытость вот этого один цвет сделать чуть-чуть так оттенок тоже прикольная штука значит также можно рисовать если мы добавим значит филлерс вот он а это филлерс добавим сюда правой кнопкой мыши и black mask следом добавим так пейнт и добавим сюда картинку картинка добавляется значит файл а импорт ресурс по моему да и находим эту картинку на рабочем столе так вот она нами есть назначаем ей что она должна попасть в текстуры и значит это для проекта все ладно вот она присоединилась текстуры картинка теперь на пейнт мы должны добавить правой кнопкой мыши находим кисти по моему так или не кисти так давайте вот на филлерс черную маску переключимся так и что туда где она альфы не надо нам нужен именно так а ну-ка значит на саму эту штуку до хэйк металл аром составляем раф на скалор и на бейс калор нужно вот эту картинку подгрузить также эту картинку подключаем на раф нас так есть такое дело переключаемся значит добавляем ушел давайте я покажу как это должно работать так это значит переключаемся клей и находим третью эту графу так она контрол z не то почему-то создала новую маску это не есть хорошо почему так значит это дэвид так она создает новую маску значит эту маску дэвид сейчас по новой попробую верс допустим да на уэрс так мы-то не на уэрс на я должно быть ладно на уэрс мы добавляем без кого вот эту картинку да это все через вверх значит а пилу уэрс это заливка вот такая штуки mc так если мы сейчас это все отключим прибавим нашего персонажа побольше и попробуем нарисовать control z нужно отключать симметрию так симметрию отключаем и вот увидите что новинку этот пишется с черной маской с черным фоном значит нужно добавить эту black mask и добавить допустим так paint переключиться опять на вот эту штуку на черную маску добавить граф вот эту про джекцию добавляем grayscale так есть такое дело и она нифига не рисует потому что нам нужно рисовать вот здесь так тоже не работает значит что это мы тоже попытка не увенчалась успехом дэм нам полюбасу нужна заливка вот она на эту заливку мы добавляем это black mask вот она это уже подключенная штука значит тут к этой как она называется про джек там про джектора и значит вот здесь включаем это mask a paint и вот мы рисуем все все правильно вот мы нарисовали видите без заднего фона все понятно не надо ставить на вот эту fill layer значит тут эту картинку она должна стоять на этой черной маске и рисовать paint там все понятно теперь если нам нужно ее как бы составить размыть нам нужно правой кнопкой мыши нажать опять же на этом слое и нажать levels это левелс теперь когда это левелс включен нам нужно зайти в properties леверс или правой кнопкой мыши вот он и здесь мы можем значит ее размывать сделать значит четче по моему да вот на размывка идет тут где-то еще цвет меняется это не надо так это вот с этим я еще не разобрался здесь отсутствует вот этот цвет значит но размывка идет вот если размывку так у тебя поближе вот она все как бы потеки и ну вот как бы потеки прошли даем все вот этим делом я разобрался как красить как вот эти альфы использовать вот эти вот слои заливки все вроде бы понятно так как рисовать вот слоем допустим слоем это опять же тоже fill layers на fill layers выбираем вот эту штуку значит материал выставляем нажимаем выбираем материал backface mask черную заливку и ставим опять же paint в принципе да все мы теперь рисуем именно вот этим материалом так это тоже все понятно вроде разобрался так следом что я еще хочу значит ржавчина если самолет какой-то надо то так так и и тут называют так ойл по моему о о о о о до ядреный вот это надо английский записывать даже как жена так о нету ну ладно так так найдем без без проблем наверное так вот они еще вот они кисточки которыми лучше рисовать так вот вот такая штука побольше нарисуем так а здесь можно теперь так на 100 нажатии все это дело чуть-чуть сделать бредным а сверху нанести еще какой там допустим слой маску так понятно но где это все таки штукенция мотаем вниз мотаем вниз давайте вот прожавчину вот это как она работает это по моему вот так да это тоже нет так это понятно кстати она как бы подчищает бомба так это нужно новый слой значит создатель слой значит лэйерс это значит отключаем и находим вот эти потеки а где их искать так не тут тут так возможно будут тут да так тоже по моему не тут а здесь альфы а здесь альфы покижу поищу нет не она так 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 лэйкс да лэй альфы вы вы в дальше не ищет grip фрип ну-ка вот они по моему да вот они значит вот они подтеки лейкс запоминаем следующий материал можно поставить значит кто у нас тут еще опа этот уже не подходит подошел так это значит ржавчина все включилось ебанута эта система так рав fix вот она тот вот она уже ржавчина да и теперь здесь есть настройки значит можно кисть настроить вот вот эту вот саму штукенцу так тут побольше можно поставить следом можно физику настроить это stencil так вот эту хайту уменьшаем находим вот на физика и на физике нажимаем красив и смотрим выбираем любую как будет направление от этой ржавчины вот так вот интенсивность стала поменьше почему потому что нужно теперь на кисточке вот эти штуки убрать так что тут еще есть так физика и миссия так я побольше оси так так а где кисточка вообще пропала кисть тоже не есть хорошо да ну вот такая штукенца короче раз и поменьше она вот эти вот делает типа потеки вот можно побольше держать и так интенсивность может побольше поставить так это вот вот она бомбит вот эти вот потеки создаются короче вот такая информация вот такая у меня проба первое значит так надпись понятно как делать для чего надпись я хочу в следующий раз допустим если скачать как тип лица раскрашенный и нарисовать на персонажа допустим на теле там на лице то мне вот эта функция очень пригодится так как раскрашивать размазывать понятно теперь нужно разобраться как стирать и да как этот цвет во всем дублировать если вот допустим у нас пэйнт есть вот эти функции еще тут же на разобрать color selection я не знаю что он делает вот тоже надо потом будет понять рассмотреть это крит пэйнт эффект постоянно высвечивается вот он color ставим тоже надо подтверждать почему-то постоянно и что он тут делает подчищает прикиньте так а если другой кнопкой о побольше кисточку поставить как стерка что ли ну короче такая штукенция следующих роликах буду еще ковыряться искать информацию ну по материалам тут понятно да любой лэйер с открываем или заливку от филы и можем любую вот эту текстуру кусту подгрузить так тут вот появился шов вот он вот этот сок и как его убирать тоже тут есть такая штука значит так мотаем вот эту штуку вверх находим мотаем вертикал вот в горизонтально вертикально допустим ставить юри про джектора длина так сейчас подкорректируем инфу так смотрим как она уберется юри протекция надо планах поставить шов исчез но тут такая штука перевернутая оказалась так и нужно теперь покрутить вот эту всю ювишку я так понял да а как и крутить нужно переключиться на как это где-то вот здесь должно быть кайл тул флода на скайл тул так это чуть-чуть от играем потом нужно еще ротацию покрутить а ну теперь как ты еще понятно так и как это все теперь отключить теперь опять на заходить в план и сжать ювик а а она опять так высвечивается так а ну-ка планах так и нужно опять же ставить эдбэк маск там все тогда она исчезает это штукенция и получается ювишка вот все сохраняется как должна и вниз ее можно убрать и получать а теперь мы должны рисовать только по ней и вот теперь можем вот этой штукой рисовать да надо рисуем или закидываем материал при закидке материала тут опять высвечивается вот эта штукенция тогда получается удаляем вот этот тоже удаляем так а этот я не пойму тогда для чего а это чтобы рисовать вот этим материалом мы можем рисовать вот любым понятно да рисуем материалом и у нас уже на ювишке нету вот этого швафета но это все понятно что мы рисуем материалом но у нас же есть уже материал да вот он материал тоже и и как этот тогда вверху находит а эти тогда отключились если мы их друг на другом переносим а тут материал и короче вот начался вот этот сбой так а если поставить теперь так что тут еще рекомендует актив пост антиаляйзинг где тут темпу а там антиаляйзинг ставить и поставить ему что тут еще побольше потом панорама можно поменять освещение вот любое освещение выбираем так это тоже понятно так так оде антиаляйзинг и shadow не shadow нам не надо активация пост тоже не надо это надпись какая-то тут позиция активация color вот цвет серии можно вот этих теней поставить так ну понятно так что все есть такой а это не надо это варфрейм сетку поглядеть так все понятно что еще ну с этим я не понял если его сейчас удалю у меня пропал цвет полностью с этим даем тогда нам нужно какой-то свой кинуть вверх этот так вот так тогда вот эти ниже как этот тогда вниз он тогда не видим получается их держит нельзя передвигать так сильно наверно так если вот этот выбираем пейнт рисуем значит текстурой ну смысле вот этой штукой как это почему-то стирать начинает или что он это сделать а ну-ка желтеньким так по боку желтенький не желтенький так тут что света у нас так полоски то рисует понятно всякий барин короче система понятен единственно нужно подкорректироваться с этими переносами ну а так в принципе чё слой на слой вот можно так сделать так вот какая перемешка идет дальше идет если сюда поставить layer так этот layer сюда допустим вот все свои проявляются да так вот это синий цвет он должен быть вот а красный вот рот тоже покрасился тут надпись проявилась вот можем тут тасовать как хотим конечно но нужно знать чем украсим так вот этот матчат самый низ можно о все вот тогда получилось все что мы мазали все на месте вот такая штука вот такой первый опыт для памяти чтобы потом вспомнить самому себе объяснить что я тут вообще надыбал ну если вам эта информация пригодится то вот такой результат все всем пока до свидания